И первая основа, которая является основой всех основ, это Ихлас перед Аллахом, то есть искренность перед Аллахом. То есть уединение Аллаха во всех видах единобожьего, во всех видах таухида. То есть очищение религии Аллаха от многобожия. И противоположностью Ихласа является ширк, многобожий. Второй основой является Иджтима, то есть собираться на основах Курана и Сунны. Собираться на том, на чем собирались подвижники пророка. И противоположностью этой основы что является? Разногласия, разделение. Третья основа? Слушаться и подчиняться. А противоположностью этому? А противоположностью слушаться и подчиняться правителю является то, что мы видим на сегодняшний день. Это выход против правителя, это хуруч против него. Различные митинги, да? Четвертая основа, это то, что мы должны отличать ученых, Сунны. истинных ученых, а лжеученых, да, ученых-заблуждения. Пятая основа то, что мы должны разделять между приближенными к Аллаху и приближенными к шайтану. И шестое основа является то, что мы должны брать свои знания из Курана и Сунны, да, то есть, а противоположностью этому является то, что человек оставляет Куран и Сунны и начинает брать знания с каких-то других источников. Кто повторит мне? Первое. Начнем с права. Что-то вспомнить, о чем мы говорили, хоть какую-то одну основу, не обязательно по порядку. А, шех. У нас есть основа, что мы должны знать, кто их ученые, ахли Сунны и Суни. И если мы должны быть ученым, то мы должны быть ученым, а не укрепляем между ученым и жухами. Да. То есть, брат вспомнил, что это разделение между учеными и знаниями ученым. Ширк говорит, потому что есть люди, которые берут знания, а нет ученого. То есть, человек должен различать ученого от неученого и брать знания только от ученого. Искренность и противоположность ему является ширк многобожий. Иجтема и против альфтира. То есть, брат вспомнил основу, собираться на Уране и Сунны и противоположность ему является разделение общины. Да. Мы упоминали такую основу, как основой является то, что мы берем свои знания из Курана и Сунны. А противоположность ему является что? Оставление получения знаний из Курана и Сунны. Подчинение правителю и Сунны. А противоположностью слушаться и подчиняться правителю является? Оставление слушания и подчинения. То есть, отставление слушания и подчинения, выход против правителя и митинги, говорит. Это все противоречит этой основе. Следующее. Приближенные к Рахману, к Милостному и приближенные к Шайтану, да? То есть, приближенные к Рахману, к Милостному и приближенные к Шайтану, да? Эшбаги. Это все. Так. Так. О чем мы говорили еще, кроме этих шести основ? Это все. А в случае нет Шрека? Туркуши. Да, нет, 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 нет. В вступление, когда Шех объяснял, прежде начинать разбирать слышу, не только шест основ. Так, мы говорили о том, что если упоминается в контексте, то, что это может быть не изйственными. Урана и Сунна, какая-то цифра, какое-то число, мы смотрим на другие доводы. Если есть другие доводы, которые указывают, что к ним что-то добавляется, мы говорим, что к ним можно добавить. Если нет доводов на то, что можно добавить к этим вещам что-то, тогда мы говорим, что этих вещей ограничено, так как у поменцев. То есть, и поэтому, если мы не находим вещей, которые добавляются к этим вещам, у поменцев, в хадисах или в аятах, тогда мы говорим, что эта вещь ограничена именно этим количеством, и не можем к нему ничего добавить. Мы говорим, приведите пример такой, в котором упоминается число, и оно не ограничено этим числом, то есть можно добавить. Потому что, говорит, в контекстах приходит, что смертельных грехов больше, чем семь. Пример, который может добавить... Ну вот эти шесть основ, о которых мы сейчас говорим, не шесть. Он именно говорит, пример именно хадид, да, какой приводит или аят, где приходит число, но оно не ограничено этим числом. Хамсим минал-фитра, у нас есть хадид 10 минал-фитра, наам. А я говорю, ашрам башарин башарин бил-джанна? Аль ашрам башарин бил-джанна, хонак ман башаруум, аль-набий салам, гайра ашрам башарин башарин, наам, مثли ума'ат المуминей. О 10, которых пророк сам обрадовал раем. Но есть тех, которых пророк сам обрадовал раем, их больше, чем 10, да? Сахи. Так, нурейд адад мухаддад, ла-юзад алих. Теперь говорит, приведите пример на такое количество, которое нельзя добавлять к нему, да? Хадид, в котором упоминает число, но к нему мы ничего не можем больше добавить. Да? Столпы аль-ислам. Аркан аль-иман. Так же столпы аль-имана, да? Как столпы ислама, так же столпы аль-жанна. Ужасского дверей у рая, да? Да. Всем добро. Так. Почему пророк упоминал число, если оно не ограничено этим числом? Вещи ограничены числом, если не ограничены. Как, например, сторонитесь семи смертельных грехов. Почему не сказал просто сторонитесь смертельных грехов? Ведь их же больше, чем семь, говорили. Коль на хааза мин хуссин та'лима нобиеса ассаллах. Хааза, ягни, мин ат-турук аль-нагиха фи т-та'лим. Потому что, говорит, это лучший, говорит, путь в обучении пророку сам, да? То есть пророк сам лучшим образом обучал своих сподвижников. И это, говорит, самое близкое к пониманию человека, да? Упоминание человека. Потому что, если упоминается число, его легче запомнить, да? То есть в присутствии на уроках, то есть вы слышали о семи смертельных грехах, вы запомните, что их семь, да? Было упомянуто. И ученые идут этим путем до сегодняшнего дня, да? То есть и так же примером является автор этой книги, да? То есть упоминал число, да? В самом начале говорил, шесть основ, да? И начал их перечислять. Почему мы изучали именно эту книгу, шесть основ? Почему? Вопрос к вам. Как брат сказал, для того, чтобы знать путь Ахли Сумна аль-Джамаат, то есть мы изучили эти основы, для того, чтобы идти по нему, как мы, человек до этого привел пример, говорит, если тебе кто-то спросит, спрашивая, что является основами Ахли Сумна аль-Джамаат. И ты скажешь, я не знаю, он тебе скажет, а как ты себя приписываешь, как Ахли Сумна аль-Джамаат, если ты не знаешь даже тех основ, на которых они основываются, их призыв. Для того, чтобы... То есть мы изучаем эту книгу для того, чтобы знать основы Ахли Сумна аль-Джамаат, их призыва. И так же для того, чтобы не впасть в противоречие, в которые впали заблудшие течения, которые противоречат этим основам. Так же для того, чтобы обучать людей этим основам. То есть мы изучаем для того, чтобы делать дела соответствующие тем, что мы узнали. И так же для того, чтобы призывать других людей к этому. Как, например, мы видим брата нашего. Не собирает, то есть не хочет объединиться на том, на чем были объединены пророк с самовосподвижностью. Ты ему тогда скажи, побойся Аллах. Ты противоречишь основам Ахли Суна. То есть ты возвращаешься не к тем основам, на которые был пророк с самовосподвижники, а возвращаешься к тем, кто противоречит им. Поэтому побойся Аллах и вернись к основам Ахли Суна. То есть кто-то скажет, тот такой-то является приближенным к Аллаху, валию ладу. Тогда ты ему скажи, а как ты узнал, что он из приближенных к Аллаху? Поэтому мы должны разделять между приближенными к Аллаху и приближенными к шайтану. И также, раз мы изучаем шариат, как являемся студентами, шариатскими студентами, то есть мы должны придерживаться тех наставлений, которые нам дают ученые. И ученые нам дают наставление изучать эту книгу, поэтому мы должны ее изучать. Эти основы шесть, они ограничены эти шестью количествами, или же их больше на самом деле, что я их спрашиваю? Да, больше. Нет, они не могут быть шестью, они больше, Но он хочет, чтобы мы в этом межрисе, в этом межрисе, в этом межрисе, эти условия. И Аллах об этом знает лучше. Да.